На самом деле на механическом заводе произошло следующее. В дождливый вечер, затянувший ветренными облаками фосфорическое небо, в узком переулке, вонючем и грязном той особенной угольно-железной грязью, какой бывают сплошь залиты прилегающие к большим заводам улицы, в толпе рабочих, идущих после свистка по домам, появился неизвестный человек в резиновом плаще с поднятым капюшоном. Некоторое время он шел вслед за всеми, затем остановился и направо и налево стал раздавать листки, говоря в полголоса от Центрального комитета. Прочтите, товарищи. Рабочие на ходу брали листки и прятали в карманные подшапки. Когда человек в резиновом плаще роздал почти все листочки, около него, сильно протиснувшись плечом сквозь толпу, появился сторож и, проговорив поспешно, погоди-ка, схватил сзади за плащ. Но человек, мокрый и скользкий, вывернулся и побежал. Раздался резкий свисток, в ответ издалека заверещал другой. По редеющей толпе прошел глухой говор, но дело было сделано и человек в плаще исчез. Дня через два на механическом заводе, неожиданно для администрации, с утра не стал на работу в слесарный цех и предъявил требования, не особо серьезные, но решительные. По длинным заводским корпусам, мутно освещенным сквозь грязные окна и закопченные стеклянные крыши, полетели, как искорки, неопределенные фразы, замечания и злые словечки. Рабочие стоя у станков странно поглядывали на проходящее начальство и в сдержанном возбуждении ждали дальнейших указаний. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойны и на Обуховском, и на Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со статичным комитетом.